всем здравствуйте вы на канале вышивалочка меня зовут анна сегодня я хочу вам рассказать о нескольких своих своих завершенных работах двух работах которые были вышиты моей мамой одна работа у меня оформлена и также расскажу о тех работах вышивках которые я начала недавно вот это последний месяц примерно приступим и первая работа на вашем экране которую вам хочу показать уже в готовом виде это прекрасный сэмплер вот его название хана сэндерсон 1849 год английский сэмплер это я так понимаю что название производителя хочу напомнить что данный дизайн был опубликован в каком-то журнале американском по моему там было две версии версия как бы старинная и версия более новая разработана в нитках которые более яркие и здесь буклете есть именно две схемы идет значит идет сначала одна схема потом вот видите начинается 2 они немножко совсем отличаются там по ключу отличаются немножко по ключу вот видно да что в одной версии чуть меньше цветов во второй версии чуть больше цветов ключ дан в dmc вот здесь но внутри буклета внутри буклета есть ключ вот здесь можно посмотреть здесь есть ключ в шелке я кстати изначально даже не увидела вот это вот что есть ключ в шелке и решила вышивать своим подбором я вышивала этот сэмплер вот по этой версии по темной старинной версии значит ключ брала но вышивала я нитками ручного окрашивания хлопок совершенно разными и делала свой подбор я конечно ориентировалась на ключ в dmc примерно до чтобы было понятно что где какой цвет где там голубой где розовый где какой и вот таким образом вышивала что здесь мне показалось самым таким основным это вот такой яркий красный цвет который создает весь рисунок он везде по чуть-чуть вот так сейчас я попробую подвинуть конечно он весь не помещается в камеру этот сэмплер да ну вот здесь видно то есть он идет в бордюре по всему сэмплеру я вам сейчас буду покажу поближе и такими фрагментами в цветах бабочки то есть везде есть такой яркий цвет все остальные цвета они как бы пропадают они как бы являются дополнением ну и давайте посмотрим немножко поближе как это все выглядит достаточно ярко он на самом деле выглядит вблизи что интересно но но если его как бы на отдаление убирать он очень деликатный посмотрите какая красивая корзинка здесь все как бы двойное да с одной стороны и с другой стороны немножко разное вот видно да здесь розочка потемнее здесь розочка посветлее корзинка потемнее корзинка посветлее вот эти две птицы они одинаковые видите все идет и единственное что в одном экземпляре как бы на этом сэмплере это вот эта бабочка по центру я считаю что она самое главное она весь смысл этого сэмплера смысл перерождения того что жизнь не заканчиваются жизнь вечно розы конечно просто шикарные я их немножко меняла они должны были быть почему-то вот там где у меня такой совсем светлый цвет розовый он должен был быть вот такой желтый такой желтый но они бы были желтые мне хотелось розовые розы поэтому здесь я сама как бы поменяла немножко цвета мне получились вот такие розовые кусты почему-то я сильно намучилась вот на этом бордюре верхнем но он получился очень красивый дальше у сэмплера идет надпись и вот здесь вот видно да что вот здесь тоже вот так вот текст он как бы пропадающий тут очень красивое стихотворение но мне было это неинтересно у меня здесь написан написаны все мои родственники в этот сэмплер стал для меня родославным я написала свой род да там про прабабушек прадедушек и рот моего мужа и закончила детьми то есть вот таким образом у меня реализован этот дизайн надпись сделано шелком и очень таким деликатным цветом золотистым и его этот текст не видно сам вот так вот если не подходить близко и не читать не видно не яркий он но это была такая задумка что вот кому нужно подойдет прочитает и самое главное что шелк это более долговечные нитки они будут сохраняться более на большем протяжении лет я так думаю до хлопок может и выцвести и стать не таким ярким эти нитки особенно ручного окрашивания а шелк он точно останется в том виде в каком он есть вышивала в одну нить на 35 каунте и ткань это покраска от санфлауэр очень хорошая покраска это эдинбург а нет в руках 35 36 каунт это эдинбург кажется да 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 эдинбург я думаю да чуть я уже задумалась смотрю что видите она не оранжевая но я думаю что это во время покраски она вот это оранжевая полоса стала желтенькой очень мне нравится как у меня все получилось я вам показываю основную часть конечно вверх особенно это не интересно а вот сейчас еще раз вот так вот а вот то что вышито именно цветное вот все вот наверное это самое интересное что можно посмотреть показала вам близко это моя такая очень долгая работа вышивала ей больше года в двадцать первом году я начала летом и вот сейчас осенью закончила конечно делала перерывы вышивалась так достаточно сложно для меня почему не потому что тут какие-то сложности вышивки все вышивается крестом я уже сказала в одну нить на просто достаточно в виде большая зашивка и большое количество крестиков это вот я показываю на основе 50 на 70 и вы видите да практически но здесь чуть-чуть сколько сантиметров 10 наверное сверху 10 и по краям наверно по 5 по бокам вот из сантиметров то есть зашивка очень плотная большая работа теперь это надо конечно оформить не очень хочется это оформить но я даже боюсь ехать в багетку потому что понимаете да большой объем оформить хочется хорошо ну сколько это будет стоить меня прямо даже сердце за захватывает не знаю как оно там будет но все равно в любом случае в ближайшее время я буду оформлять это первая работа которую я вам хотела показать и рассказать из законченных я считаю что это прям вот для меня грандиозный проект завершенный и мне все очень понравилось и я его люблю и прямо сэмплер чудесный чудесный райский сад вот в моем понимании это райский сад вторую готовую работу которую я вам хочу показать это вышивка я вас из этой книги я воспользовалась вот такой книгой здесь различные да вот старинные напечатаны схемы славянские стиле я думаю что здесь совершенно различные не могу сказать что это только русские потому что здесь я так думаю мордовская есть вышивка ну и вообще народов разных славянских народов вот это точно украинские с черным ну неважно я так понимаю что это все один смысл узор у всех одинаковые будем называть славянские русские вот такие здесь схемы и я взяла просто сейчас я вам покажу вот пришла мне такая идея вот эту страницу целиком вот просто целиком эту страницу ее и вышила вот вы видите схему мне очень понравились эти птицы и сейчас я вам покажу что у меня в итоге получилось получилось у меня вот такая сумка вот такая достаточно современная получилась сумка несмотря на то что вышивка старинная я взяла оттенок оттенки которые соответствуют вот этой ткани шерстяной это шерсть тут такой красный бежевый коричневый те же оттенки у меня и вышивки дно это кожа искусственная кожа ручки это тоже искусственная кожа это было были такие заготовки уже купленные мной давно очень давно у меня лежали эти заготовки они в одном цвете вот я сейчас даже не вспомню что это за фирма продавала такие заготовки но они прямо вот в комплекте шли ручки и дно для сумки можно было там не знаю сделать разные сумки кто как что умеет да и плюс вот такой хлястик я еще докупала ну вот это вот деталь когда на кнопки остальное я же ой прошу прощения остальное я сшила сама сумку вот так она выглядит сзади и внутри это просто без всяких кармашков без всего это просто вот с уплотнением с таким мягеньким сумка очень удобная модель для меня вот такая вот размер у нее моя рука где-то 37 на 35 наверное по ширине очень удобно туда помещается и вышивка и вообще я с ней хожу постоянно такой шоппер очень удобный очень удобный очень красивый красивая сумка по мне получилось и еще раз повторю она достаточно современно выглядит очень так оригинально интересно напишите как вам такая идея я считаю что я осовременила эту вышивку мне так кажется вот с такими оттенками красно-бежево-коричневыми она получилась просто страничка из книги целиком даже я ничего особенно не мудрила вот так у меня получилось такая сумочка и я покажу вам еще не свою готовую работу просто еще сумку которая у меня еще появилась ну хочется мне вам ее показать посмотрите это вязаная сумка это такая пряжа с переходами вот она от серого коричневым да вот такая она удобная и я прям вот тоже примерно такого же размера вот кожаные ручки тут пришит у меня здесь лежит вышивка видите очень приятная сумка это лена бар из клуба рукоделия я вам показывала к в одном из видео что у нас есть магазин в москве открылся с разными интересными вещами для вышивки которые но в основных магазинах не продаются а какой у нас основной магазин это у нас леонардо и лена маленький магазинчик клуб рукоделия где можно купить и ткани ручного окрашивания нитки ручного окрашивания разные пины какие-то деревянные органайзеры просто приспособление для вышивки и помимо вышивки там есть еще и для вязания для вязания всяких коробочек и вот таких сумок такая толстая пряжа и я когда там была в этом магазине мне очень очень понравилось вот это вот цвет вообще вот это сочетание увидел этот моток и елена она вяжет вообще вот такие вещи вот я вам показывала подносик такой тоже из рустикальной я попросил ее связать мне вот такую сумку я прямо вот балдею насколько она удобная насколько этот что же шоппер но я использую для вышивки она растягивается стягивается держит форму выглядит современно и мне так нравится вот это сочетание цветов и вот этот переход ну шикарная сумка короче вот я вам хотел просто еще показать такую классную сумку продолжим рассматривать работы готовы и в кадр у меня я надеюсь поместится да вот вот так вот получше я расположила в кадре эту замечательную вышивку вышивала это моя мама по набору classic design а сам сюжет это конечно dimensians шикарный вот такой вот прогулка в парке это называется ну конечно я вот немножко туда делала закончились нитки в этом наборе некоторые нитки такие 30 41 30 42 такие сиреневые пыльно-сиреневые цвета они положили их недостаточно их не хватило поэтому мама отдала мне эту работу чтобы я могла у меня есть палитра dmc я подобрала эти нитки и кое-что закончила и кое-где бэкстич доделала потому что было сложновато сделать его вот здесь на платье кружева вот здесь под кружева на платье вот здесь кружева на платье я доделывала кое-что данном кружева опять же у девочки и вот здесь вот здесь чуть-чуть вот полукрест как раз не хватило не так там в блэнди немножко я доделывал вот а так конечно мама сделала всю сама такую грандиозную работу я считаю что это вообще конечно очень здорово это супер это действительно сложная работа здесь и крест и полукрест и много бэкстича особенно вот здесь вот на дальнем плане тут все вообще этим бэком обшивается зато посмотрите как вот особенно на камеру реалистично да вот этот блик на крыше на как здорово смотрится карусель вообще разработка вот даже на камеру она очень здорово вам показывает насколько сама разработка великолепно сделано да есть передний план средний план дальний план и действительно вдали у нас там деревья дома не такие такие в дымке как бы голубой разработка шикарно сделано все хорошо и видны складки на платье да видно что девушка идет то есть само движение как бы идет эти дамы идут вперед вот это вот пара с ребеночком видно что они идут в другую сторону то есть сама разработка и дизайн конечно прекрасен и в свое время хотела я вышивать эту работу но вот отдала маме я очень рада что она вышла вышивала он тоже долго потому что ну дальний план это полукрест все в разное сложение нитей впереди это крест вы видите многие знают эту этот дизайн и может быть многие даже вышивали вот эти дети играют такая такая вот солнечная обстановка летняя радостная очень приятный день я считаю что это картина я не побоюсь этого слова называть это именно картины вызывает массу массу положительных эмоций и на лодочке там вот катаются и вот пикник уже там сидит пара по моему с ребенком тоже да вот господи крестиков то три-четыре крестика мы видим что это ребенок его может быть мама да с зонтиком вот там вот два крестика а на мостике мы видим гуляющих людей шикарный шикарно эти гортензии очень красиво все получилось скоро это я тоже повезу в оформление есть у меня идеи как это оформить и надеюсь что я вам покажу это уже в оформлении сейчас я вам показываю как готовую работу и считаю что она достойна достойна очень для вышивки этот дизайн действительно такая картина которая на которую смотришь и она вызывает массу положительных эмоций и следующую работу я вам покажу тоже дима дима иншанс но я считаю что это разработка дима инс поэтому я считаю что это дима инс хоть и вышивалась по классик дизайн а вот забыла сказать в чем отличием classic дизайн это 16 каунт и подборка в дим си там по нитки на ну дима инс это 18 каунт поэтому этот работ немножко побольше вот и следующий дизайн который я хочу показать это по набору дима инс простой серии я если честно не помню как это называть вам рыбаки называется очень милая прекрасная работа тоже не совсем простая пути вышивать здесь не так долго и вроде бы простая серия в дима инс это более легкие работы но тем не менее здесь много б к много б к на людях много полукреста поэтому вот весь фон вышивается полукрестом а люди и собака крестом вот поэтому наверное это и вышивать не так много да много свободного пространства поэтому это простая серия так тут и французские узелки и травки вот эти вот бэк с бэком да по моему по моему даже выкладная нить и туда это даже не бэк а выкладная нить присутствует ну тоже работа такая потрудиться не просто крест да и вот удочки тоже выкладная нить это уже мама сделала все сама здесь я ничего не помогала нико не не никаким образом руку не прикладывала поэтому показываю как работу моей мамы прекрасная выполнена работа тоже уходит на оформление ну а в кадре теперь будут появляться работы которые я начинала недавно и буду их показывать сначала появляется мой конверт в котором хранится работа просто мне хотелось вам напомнить что я сшил это по моему то ли в двадцатом то ли в девятнадцатом году такую папку вот так это смотрится вот так вот не просто он очень нравится поэтому решила вам его показать что там не кармашки есть такой хлястик чтобы закрывать кармашек еще кармашек то есть на кнопочках красивая ткань такая вот и что же у меня хранится хранится у меня здесь в этом зимнем конверте это дизайн от риолис снят из производства уже дизайн зима в городе значит дизайн вообще вышивается шерстью партикальной конве такая вот канала них рустик была она очень дырявчатая если честно вот я увидела этот дизайн в интернете картинку и прямо влюбилась думаю все мне тоже надо но я не вышиваю шерстью я не могу вышивать шерстью и на такой рустикальной конвея тоже бы не вышивала поэтому уж извините но я вышиваю по схеме из интернета и я могу даже сказать там есть ошибки я их исправляю насколько я могу по уже вышитым работам досмотрю просто картинку девочек которые вышивали вот но тем не менее нитки подобраны это dmc и гамма спасибо то не славиной привет тебе таню привет я смотрю твои видео и передаю тебе привет она мне помогла подобрать эти цвета у нее очень хорошее чувство цвета и вот здесь я доверилась ей и мы ну она подобрала мне цвета здесь есть и dmc есть и гамма пока мне все нравится все хорошо взяла я вышивать на льне кэша вот в такой мелкий горошек который ну как бы олицетворяет снег моем понимании да когда вот эта тишина прекрасная зимний день идет медленно хлопья снега падают с неба и вот это вот наша такая русская снежная белая зима тишина красота я очень люблю это время я люблю зиму я кстати не очень может быть люблю лето и чем дальше тем больше потому что жара для меня сложно сложно мне переносить жару а зимой конечно я не люблю там холод и замерзать но когда ты сидишь в теплом доме а в окно и вышиваешь а в окно ты видишь вот такую прелесть до с тихим падающим снегом а если тепло одеться и выйти на улицу то идешь и он хрустит и тоже очень приятно на самом деле гулять в это время ну это вот я вам рассказала те эмоции которые меня переполняют когда я вышиваю этот дизайн пока мне все нравится здесь конечно обилие белого ну это зима до крыши все покрыты снегом здесь еще добавится очень красивый розовый цвет там будет следующий дом такой дворянский сохранившийся с тех времен какой-то провинциальный городок очень приятный мне очень нравится они вообще последнее время вот эти все провинциальные наши городки деревни дома в которые в них сохранились слава богу пусть даже они не отреставрированы но они очень милые они очень душевные и мне очень нравится гулять по таким городкам вообще туда ездить проводить там время это вот та работа которую я начала недавно здесь вышиваю по саге схема она есть на самом деле в интернете вот но отдать должное риолису у риолиса можно этот набор заказать по моему они делают сейчас вот на заказ наборы сняты из производства поэтому тот кто вышивает шерсти он конечно выглядит гораздо круче я вам честно скажу шерсти это еще все такое пушистое и объемное и в шерсти действительно выглядит набор сам дизайн вышитый в шерсти выглядит потрясающе и на рустикальной даже этой конве можно если не нравятся эти дырочки сейчас много всего есть такого похожего да или он этот есть натуральный и по моему равномерка там есть рустикальная то есть можно найти и канву можно поменять вот но в шерсти он конечно очень красив но вот я не вышиваю этим вот это не шерсть акрил у меня прямо руки чешутся я не могу я тут недавно попробовала вышивать опять хохламу я у них покупала набор но вот к сожалению чуть-чуть вышила и не смогла я не могу меня начинает нос чесаться руки чесаться поэтому вот я себе позволила таким образом вышивать этот сайт в любом случае спасибо риолис красота далеко не все дизайнери улице мне нравится но и тем не менее я много чего вышивала от них некоторые прямо в сердце действительно да наверное три улице у меня кстати вышит это много у меня павлины у них вышит и у меня париж вышит на такой конве с нанесенным рисунком у меня вышит и флок нет не флокс да флоксы из серии старый у них такая серия была розы флоксы у роз кстати мне до сих пор лежат уже не знаю лет 10 вот ну то есть три улице я так нормально вышивала наборов и они все оформленные они все у меня висят в определенных местах действительно да риолис это одна из фирм которые у меня вышит не один набор и вот будет я надеюсь еще один так уже наболтала много продолжаем следующий дизайн который мной начать совершенно недавно это вот такой дизайн от свинта на дизайнер свинта на вк она так и называется архангел михаил победа правда над кривды так нам пишет дизайнер у нее есть этот дизайн на черном фоне и на бежевом я очень рекомендую зайти в ее группу и посмотреть ее дизайн они в принципе все вот в таком стиле похожем оригинальном все-таки стиле и узнаваем и это не каноническая икона конечно же тем не менее в этом дизайне присутствуют символы которые присутствуют и на иконах мне понравился этот дизайн именно на черном ведь как пишет свинта на и мы все знаем что самое темное время бывает перед рассветом и я поэтому выбрала его на черном вообще мне понравилось как вот эти звезды смотрятся видите на небе вот знаете бывает какая-то фишка одна которая не знаю можно ли говорить про этот дизайн слова фишка но деталь деталь буду говорить которая привлекает от меня привлекли вот эти звезды которые светятся на черном я отложу и покажу вам сейчас сам дизайн вернее даже не дизайн а саму вышивку так но я вам показал как должно выглядеть и вот что у меня сейчас есть на линии значит что я взяла по материалам я взяла белфаст значит санитана предлагает вышивать на конве черного каунта 14 каунта вот так вот наверно положу чтобы было видно так вот вот так будет лучше вышивать с нитками dmc я не хотел этот дизайн вышивать нитками dmc я принципиально хотела вышивать на льне и шелком мучилась я долго вышивать в одну нить или в две все-таки белфаст это нет это 32 каунт это не 36 где можно точно в одну нить вышивать все-таки был вас светит но тем не менее я вот здесь вот пробовала видно сейчас покажу вам здесь я пробовала вышивать в 2 нити до более плотно потом вот здесь вот в конце у меня здесь вот кусочек тоже я пробовала вышивать в 2 нити я вам сейчас покажу значит это французский шелк в 2 нити выглядит потом я это постирала погладила выглядит это очень плотно и некрасиво и не значит вот он как бы вот шелк он он расплющивается когда его стираешь и дальше он гладится он как бы расплющивается и выглядит это совершенно крестиков вообще не видно а вот здесь вот здесь кусочек который я вышивала в одну нить да вот это вот лик вот этот и вы видите да что шелк он как бы раз распрямился расплющился волокна шелковых нитей расплющились и они более плотно закрыли дырочки потому что вот здесь вот можно видеть дальше видите вышито и не поглажено и черная ткань она больше просвечивает но когда это все вышьется вот здесь видно да тот же самый светлые оттенки они прямо вот светит сильно здесь конечно тоже светит но не так здесь более все плотно выглядит то есть это эффект шелка поэтому я успокоился совершенно спокойно теперь вышиваю в одну нить на белфасте то есть вот здесь у меня уже поглажено отстирана при том когда я стала стирать этот белфаст с него столько краски потекло он такой ленючий имейте ввиду черный цвет надо постирать перед тем как вышивать и что хорошо вот я же вышивала шелком я думал ну все мне придется все распороть меня вот здесь светлые оттенки думала все покрасится нет шелк не взял на себя ни капли краски вся краска смылась ничего здесь не осталось все хорошо только вот выглядит стало гораздо лучше после того как стираешь и гладишь но не весь шелк так можно делать не совсем шелком можно так делать только с французским он не линяет он покрашен именно производственных условиях закреплен закреплен цвет и поэтому спокойно можно стирать ну давайте посмотрим немножко нитки я вам покажу сейчас мы посмотрим с вами вот у меня есть подборка ниток непосредственно димси вот такие цвета вот такие цвета используются здесь белого но белого там совсем чуть-чуть там прям немножко совсем это цвета димси они конечно вам немножко ярче показывают что что вот этот 347 это более холодный цвет не такой и вот сейчас я вам покажу те цвета которые я подобрала в шелке мы с вами сравним я старалась старалась не меняется ничего относительно того что придумал дизайнер значит вот смотрите так вот так мне кажется прям один в один вот так вот вот этот цвет вот этот и вот этот ну вот вам видно да что по цветовой гамме я ничего не меняла единственный цвет который сейчас я вам покажу немножечко совсем немножечко отличается на это я вот этот 640 взяла модеру но вот это прям немножко он светлее но на самом деле вот он вот здесь им выше там вот здесь я переживала насколько это будет выглядеть но за счет того что есть вот этот черный потом в принципе выглядит все хорошо мне нравится как это все получилось его тоже немного там используется но вот вы видите да вполне себе очень деликатный хорошо он выглядит на длине это вот то что я начала очень интересный дизайн красивый большой там тридцать шесть тысяч крестиков кажется вот мне он казался что быстро вышьется что он небольшой на самом деле это крупный дизайн не самый крупный конечно синтон есть гораздо больше и масштабные работы но для меня еще 36000 тоже достаточно большой дизайн вряд ли его выше до нового года но сейчас я его так действительно интенсивно вышиваю мне нравится как получается шелком вы видите да что я старалась подобрать практически один в один но может быть вот этот нет это вам может быть кажется что они отличаются но я вот в живую вижу что они прям идентичны вот в живую они идентичны что еще шелк придает шелк придает более не знаю яркость что ли он блестит шелк блестит и вот такие зашивки массовые зашивки они дают такой перелив в живую это смотрится конечно потрясающе потому что шелк дает блеск а уж когда он поглажен он вот я еще раз говорю про как бы нитки вот эта скрутка она расплющивается и вообще вот этот вот блеск появляется поэтому не знаю это конечно видно в живую на камеру этого не видно и скорее всего в две нити демси это был бы более еще яркий дизайн мне нравится эта деликатность и блеск и для меня было принципиально вышивать дизайн шелком на льне у свинтаны про все дизайны написаны очень интересные посты если вас интересовал этот дизайн вы можете зайти к ней в группу и почитать там все описано все символы которые здесь присутствуют в этом дизайне все описано что что значит где что изображено какой-то символ для чего нарисован это символ на этом дизайне то есть все очень интересно описано я очень рекомендую зайти в группу так и и можете забить в контакте свинтана я думаю что вы многие знаете а еще один момент забыла рассказать что я здесь еще добавляю немножко клиника вот здесь такой вот цвет это блендинг филомент как раз вот у меня здесь в рамочке вот тут вот есть такой деликатный блеск и далее еще в самом архангеле у него как бы в доспехах я тоже добавлю вот креник и там где крылья вот тоже интересно показывается цвет вот я хочу показать даже понимали что это за цвет вообще-то 950 цвет вот он они идентичны так вот это вот вот это это вот этот цвет 950 а когда им вышиваешь скуши что он белый вот а вот здесь вот контуры вот здесь вот блики там он добавлен тоже интересный эффект вообще вот розовый как бы да немножко телесный такой а выглядит как как белым как молочный ну вот и в крыльях вот здесь вот крылья самого архангела я добавляю тоже креник немножечко деликатный получается блеск вот такой вот так у меня здесь больше нет комплектов его нет ничего нет и вот даже в две нити вот это вот этим цветом выше что вот видно как будто это молочный на самом деле он не молочный розоватый вот здесь такой бежевый бежевый мало кто знает живой он все-таки с розовым подтоном ну на вышивке тут не знаю невооруженным глазом не видно так что вот так вот это еще один дизайн который мной начать я уже конечно долго вам все рассказываю ну вот простите можете попить кофе выпить чайку с чем-нибудь вкусным пока я тут болтаю или просто повышевать следующий дизайн который я вам сейчас покажу это 7 овец 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 шуршу чуть-чуть вот дизайн схему мне подарила юля вот так это выглядит оригинальная схема это просто листочки печатные хорошая бумага приятная вот так как я склеиваю я делала копию и я вам покажу что у меня получается включить здесь в этом дизайне в этом сэмплере даны глориана динки дайс и глориана вот видите глориан динки дайс хорошо что немного поэтому мною конечно сделан подбор подбор на глаз по цветам которые в интернете взятый мятый дизайн простите ничего не гладила потому что все эти нитки это не французский шелк это тот шелк который нельзя стирать поэтому я и не глажу не стираю вот сколько у меня вышито подвинем так вот самом деле очень красиво все получается и покажу ниточки которые у меня здесь будут присутствовать вот этот цвет желтенький очень яркий красивый это вот этот цвет динки дайс я его решил это осенний такой дизайн да тут дерево дуб с желудями поэтому я его решил видите сочетать вот здесь у меня вот такой цвет это было лицо вот он тоже импиай кстати такой цвет дальше у меня две нитки здесь вообще конечно потрясающе нити вышивать ими одно удовольствие два цвета классика воркс бельсуа это дерево вот и будут желуди притом смотрите вместо вот этого желтого вот такого желтого да который у меня вот здесь деревьях нужно было вот такой цвет брать но он абсолютно сливается с основой поэтому никак дальше есть такой зеленый динки дайс ну и светленький перо для овечек вот этим цветом лили пили какой-то вот вышесто платье дальше там чуть-чуть розового вот он как раз тут и и вот цветочки красивые нитки приятные да это все вот подбор из того что когда-то было куплено когда-то вот по чуть-чуть покупалось разных оттенков и теперь можно делать подбор покажи вам просто поближе чтобы было видно мне нравится вот это сочетание зеленого и желтого на этой основе этот желтый ярко очень смотрится на самом деле гораздо ярче и интереснее чем вам сейчас на камеру показывает белка прикольная это осеннее дерево тут оранжевый он тоже более такой вот яркий такая прикольная дама в муаровом шелковом платье овечки ствол дерева я вот так и дурь рядом нижним рядом это у меня ноги уже этого кавалера дальше я дойду до края пойдет вот такая же корзина ну и буду дальше вверх идти осенний дизайн вышивается очень быстро как ни странно хотя это 40 каунт окрас мой я красила сама красила долго и упорно чтобы цвет какой-то получился тот который мне нужен на котором эти нитки вообще будут смотреться вот так у меня получается здесь красивый магнитик виде желудей так и следующий дизайн и последний дизайн который сегодня хочу вам показать сначала вам покажу страничку вконтакте вот джулиал лавио недавно я нашла эту девушку она из питера и сейчас я вам прямо здесь тоже покажу дизайн который я у нее выбрала так вот дизайн называется вот сейчас мы крупнее подушку не называется старый парк вообще у нее шикарные дизайны подушки она даже в прошлом году на формуле рукоделия выставляла их это дизайн и в которых используется black work вот эта схема и вот посмотрим детали на то что вышито ей вот такой вот black work там присутствует называется по моему старый парк ну то есть осень меня естественно потянуло вот на такие осенние дизайны немножко по-другому не сделана схема то здесь полукрестом и я вижу фон зашит и я вижу что он зашит нитка секционного окрашивания в схеме у нее данные два цвета шахматкой вот 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 подушка как в общем до которая должна получиться мне конечно дизайн очень понравился вид обалденный так и вот еще такой я купила тоже такую подушку с пчелами тоже достаточно сложный вид по деталям дизайн конечно они еще там это все как-то простегано интересно прямо по вышивке вот какие-то детали других вот она на выглядит это шикарно я не знаю смогу ли я стягать прямо по вышивке не страшно мне жалко вышивку но вернемся к моему дизайну который я начала вот к этой подушке что я сделал я как всегда пошла сложным путем сначала я взяла мурана как человек нормальный и dmc а потом я решила что это очень сложный дизайн вышивать его долго здесь тут не поверите шестьдесят четыре по моему тысячи крестиков это вообще болтите подушка получится вот у меня 36 канта ну 40 на 40 я взяла 36 каунт лен вместо того чтобы взять на подушку мурана как человек и дмс которую можно потом стирать я взяла лен и шелк и вот что у меня получается кусочек который я стала вышивать но вы не поверите это конечно просто обалденно красиво вышиваю я я конечно сама себя хвалю да получается вы не только себя но и дизайнера положить конечно я думаю что я вернее все время сомневаюсь сомневаюсь правильно ли я сделала наверно неправильно честно наверно неправильно она была все-таки вышивать dmc два сложения на мурана и потом спокойно этой подушкой пользоваться но в моем случае конечно получится подушка это будет подушка она будет вышли шелком на льне и пользоваться ей никто не будет это будет просто вот я не знаю лежать если это я вообще когда-нибудь вышью потому что это 64000 для меня это конечно просто обалдеть но это считаете два дименшинс наверно да там голда не знаю еще шелком на тридцатом кантин но вышиваю я я даже показывать не буду доставать все это это русский шелк так все вот русский шелк когда-то либо купленный подобранный по цветам ну сравнивала здесь я тоже буду использовать немного креника добавлять меня уже добавлен даже там есть различные коричневые их много еще может не хватить кстати придется что-то менять добавлять с коричневого черный меня взят для black work а так что работа большая долгая я думаю не на один год но сочетание цветов просто конечно ошеломляет и вот этот вот изумрудный изумрудный в сочетании с коричнево-рыжими оттенками это вот изумрудное небо да и листва на земле конечно это старый осенний парк конечно а black work когда пойдет это вот те веточки которые уже опали до которые создают вот это кружева на небе красивые кружева из веточек у меня рядом парк выходим гулять и там конечно сейчас все это можно наблюдать всю эту красоту все эти оттенки давайте покажу поближе чтобы может быть вам будет видно вот здесь вот вот где вам показать вот эти точечки вот эти вот маленькие точечки до вокруг желтенькие такие бежевые вот там добавлен креник на самом деле в живую он до блестит по блескивать так конечно вам наверное вот эти вот ведь по одному крестику вышит и там есть вот креник на видео конечно этого не видно но выглядит это очень изысканно вот правильно скажу это выглядит изысканно а я еще раз повторю когда это погладится и на самом деле стирать это будет можно потому что вот этот шелк на катушках он швейный на самом деле 33 номер он швейный видите как он ложится хорошо на 36 каунте в одну нить зашивку идет очень хорошо и он расплющится и он будет так блестеть это будет и деликатный блеск и не будет вот так топорщица крестики это будет выглядеть очень хорошо уже в готовом виде поэтому мной взят шелк для этого дизайна на этом я завершаю это длиннющее видео о своих работах которые я закончила я вам показала в начале до завершенные работы не только я начинаю но есть то что я заканчиваю достаточно большие работы заканчиваю мама у меня тоже вот вышивает вот и показала те работы которые у меня сейчас начаты скорее всего это будут те работы которые я до нового года буду стараться продвинуть повышевать я построила для себя некоторые планы до нового года да там в процентных отношениях где что я хочу повышевать не все я далеко не все закончу может быть я что-то завершу что нового года но чё-то я сомневаюсь потому что у меня видите да все таких начинаниях сейчас может быть риольс у меня получится завершить я на это надеюсь может быть но все остальное нет вряд ли вот ну принципе не важно новый год это же не значит что все закончится наступит новый год следующий там мы будем дальше продолжать вышивать свои любимые дизайны и вышивки что-то заканчивать что-то начинать это наше хобби я вам всем желаю получать удовольствие от своего хобби все до свидания до новых встреч